Представляем твердотопливные котлы завода NEOS. Данная модель называется Вихлач. Это котел NEOS Вичлас. Это твердотопливный котел длительного горения. Длительность горения на этом котле в зависимости от обвязки, в зависимости от того, как смонтирована система отопления и используется ли теплоаккумулятор или не используется, это 8-10 часов длительного горения. На каком топливе 80 часов? Основным видом топлива для этого котла является топливо, уголь марки А, антральзин. На дровах чуть поменьше будет, где-то 6-8 часов горения. Горение происходит в топочной камере, которая расположена под теплообменником. Куда загружаются дрова? Топливо загружается через загрузочную дверь. Какой размер этой загрузочной двери? Размер загрузочной двери сейчас не могу сказать, но вы видите габариты здесь примерно 20 на 35 сантиметров. Это именно для этой модели. Если будет мощность побольше, то соответственно размеры будут побольше. Загрузочная дверь и горловина загрузочной двери расположены под углом для удобства загрузки топлива. Это котел верхнего горения. Соответственно, закладка дров осуществляется через загрузочную дверь. Розжиг топлива тоже осуществляется через загрузочную дверь сверху. Соответственно, дрова и топливо в этом случае начинают выгорать, как свечка, сверху вниз. Это способствует более эффективному сжиганию топлива первое и увеличению времени горения на одной закладке. Теплообменник, или же конвекционная часть, выполнена из цельно тянутых бесшовных металлических труб. Сталь марки 20, это сталь 20. Соответственно, ряд труб, как вы видите, с перемычками, дают нам не что иное, как именно теплообменник, полки теплообменника. Дальше. Боров. Газы выходят через боров. Он у нас в квадратной форме с выходом под круг. На борове есть у нас ревизионные отверстия для очистки этого борова. Плюс для удобства монтажа. Боров крепится на четырех шпильках. Соответственно, его можно делать либо назад, либо влево, либо вправо. То есть, как удобно, где удобно будет смонтировать дымоход. Выход дымохода. Вы так называете? Боров. Я первый раз слышу такой термин. С удовольствием? Да. Выход дымохода удобен в разные стороны. В разные стороны. Слева, справа и назад. Дальше. Поддул воздуха осуществляется при помощи вентилятора. Где он ставится? Вентилятор здесь вырезан. То есть, здесь есть воздуховод. Вот в этой части. Можно на большом котле посмотреть. То есть, это котел в разрезе у нас. И плюс идет обвязка воздуховодов с регулируемыми ручками, при помощи которых можно осуществлять поддул воздуха либо снизу, либо посредине через форсунки, либо сверху через отвод в верхней горловине. В зависимости от вида топлива. То есть, либо это дрова, либо это будет уголь. Соответственно, будет алгоритм открывания той или иной зоны поддула воздуха. Какой диаметр дымохода? В данном случае диаметр дымохода здесь 159, то есть, 160 мм на этой модели. Но чем мощнее будет котел, тем диаметр дымохода будет. А где подача? Подача размещена. То есть, в округах подачи 2 дюйма снаружи 2 дюймовой резьбой. Расположен сверху. Также в верхней части расположена хватка для монтажа подрывного клапана. Либо же... Обратка где? Обратка расположена сзади. То же самое 2 дюймовая резьбой. Также здесь есть техническая отверстия для слива воды. Либо же для подкачки, для закачки воды в их систему. Какая толщина? Это котла 260 килограмм, если я не ошибаюсь. И мощность? Масса. Это мощность 13 киловатт этого котла. То есть, толщина стали теплоотменника 6 мм. Гарантия на эти котлы 3 года. 3 года. Мощность этих котлов от 10 киловатт до 120 киловатт. То есть, можно сказать, что мы закрываем и бытовой сегмент, и промышленную... Руку. Да, промышленную. А каким образом отрабатывается гарантия? Вот сломался котел. Что делать потребителю? Есть на заводе, есть сервисная служба. Плюс есть у нас авторизированные сервисные центры практически в каждом областном центре Украины. Которые, если вдруг какая-нибудь поломка, либо же это будет обращение клиента, сначала звонят на телефон горячей линии 0800 30 90 90. И консультанты, то есть менеджер сервисной службы, он принимает заявочку. Если проблему, либо же вопрос можно решить в телефонном режиме, это все решается. Если же этого сделать нельзя, то, соответственно, выезжает мастер на объекты, либо же это будет представитель сервисного центра в Украине, либо же это будет представитель фирменного сервисного центра завода-производителя. Спасибо огромное. Мы находимся на Акватерме 2019 года, город Киев. Котел Вихлач, завода НЕУС.